А почему вы решили ввести программу IB? Это великолепная международная программа. У нас есть всевозможные национальности. 60, конечно. Попросите меня назвать быстро 20, и я не смогу. Но преподавание в основном на английском. Да, английский язык — это язык преподавания. Доктор из Оксфордского университета. Как вам такое, дамы и господа? Друзья, мы сегодня в гостях у Международной школы Швейцарии St. George's International School. Только что у нас закончилась большая экскурсия по ней, а сейчас мы уже торопимся на встречу с директором. Поговорим об истории школы, ее локации, учебных программах и образовательном процессе здесь. А еще больше о зарубежном образовании сможете узнать на нашем канале, так что обязательно подписывайтесь. А сейчас в кабинет директора. Доктор Норрис, рад встрече с вами. И я рада. Большое спасибо, что нашли время и пригласили нас в Швейцарию. А именно, в школу St. George's. Мы уже сотрудничаем многие годы, но я в первый раз приехал в школу. Очень рада вас здесь встретить. Очень большой кампус. И очень красивый. Нам очень повезло. У нас красивый кампус. Местоположение великолепное. Вы прямо возле пляжа. Да, и рядом с нами находится Женевское озеро. И пляж в том числе. Да, есть пляж и, конечно же, горы. Поэтому нам очень повезло. То есть дети заканчивают учебный день, идут плавать. Да, или по утрам. А вечером уже кататься на лыжах. Да, и здесь замечательный лагерь для отдыха. Очень здорово. И вы из Северной Англии, рядом с Ливерпулем. Да, я родом из Англии. Расскажите о своем пути, если вы не против. Я в образовании в Великобритании уже 20 лет. Работала в различных независимых бординговых школах, международных. И училась во Франции. И когда пришла возможность поехать в Швейцарию, я подумала, идеально я могу совместить бординг, образование и жизнь в франкоговорящем мире. То есть вы говорите по-французски. Я бы так сказала. Как сказать «добро пожаловать» по-французски? Гораздо проще, чем по-русски. Научите меня. Это мой девятый день в Швейцарии. И мой французский все лучше и лучше. Знаете, мы никогда не приходим с пустыми руками. У нас есть небольшой сувенир для вас. И он прямо за вами. Очень мило с вашей стороны. Он за подушкой. О, какая красота. Это Паддингтон. Напоминает мне об Англии. Спасибо. Нужно дать ему имя. Конечно. Давайте назовем его Виндзор. Давайте назовем его Виндзорский мишка. Это отличное имя. Большое вам спасибо. А можете посадить в свой офис? Конечно. Я его посажу на свой стол, и он будет составлять мне компанию. У вас есть дети? Да, есть. У меня две дочери. Я видел вас на парковке с ними. Да, это моя дочь. У меня две. А сколько им лет? Младшая 11, а старшая 13. Они сейчас в седьмом и девятом классах. Тинейджеры. Да. Уже это почувствовали? Моя старшая дочь очень осмысленная, но я больше переживаю по поводу младшей. Она будет очень интересным тинейджером, на мой взгляд. У меня у самого два тинейджера. Моя дочь ходит в школу только для девочек. Ей 16 лет. Я об этом говорю, потому что в истории школы тоже была тема, связанная с этим. Раньше это была только школа для девочек. Да, верно, верно. Мы были основаны в 1927 году двумя выпускниками Оксфордского университета. И также университет, в котором я училась. Поэтому это тоже очень близко к моему сердцу. Доктор из Оксфордского университета. Как вам такое, дамы и господа? Мадам и мусио. Хорошо. Они тут основали школу для девочек. Ну и со временем мы начали принимать мальчиков. И превратились из британской школы в международную. Поэтому это были очень напряженные сто лет работы. Раньше это была британская школа. Верно. Британская и только для девочек. Затем стала для мальчиков и девочек и международной. Школа имеет почти столетнюю историю. В 2027 году отметит свой юбилей. А знаете, кто еще юбиляр? Наша компания Мариади, которая скоро исполнится 20 лет. За эти годы мы имели честь работать с сотнями абитуриентов и их родителями. Видели счастливые лица поступивших ребят. Провели тысячи бесплатных консультаций и тестов в области профориентации. И наладили море партнерских связей с зарубежными учебными заведениями. И, конечно, мои френдс, мы работаем не только с учебными заведениями в Швейцарии. У нас огромное партнерское портфолио по всему миру. Школы, колледжи, университеты в Европе, в Америке, на Ближнем Востоке. You name it, we have it. И во время наших бесплатных консультаций мы помогаем не только с выбором учебных заведений, но и даже страны обучения. Так что, если вы всерьез задумались о зарубежном образовании, просто запишитесь на вашу бесплатную консультацию. Ссылки будут в описании под этим видео. А пока обратно к директору школы. Но сейчас вы совмещаете оба направления, потому что у вас есть GCAC, а это британская программа. Да, мы следуем кембриджской программе, международной программе Кембридж, которая включает в себя GCAC. И также международный бакалавриат в конце школы. А почему вы решили ввести программу IB? Это великолепная международная программа. И она действительно серьезная. И возможность для студентов в широком выборе предметов. Это позволяет открыть двери всех университетов по всему миру. Когда студенты заканчивают IB, они могут выбрать любой университет. Поехать в родную страну, остаться в этой части мира, пойти в англоязычный университет. Эта программа очень уважаемая. А в какие страны поступают ваши студенты в основном? По всему миру. Здесь у нас учатся 60 разных национальностей. Очень разнообразно. Очень многие студенты поступают в англоязычные вузы. Например, в Великобритании, Америке, Канаде. 30% наших студентов выбирают остаться в Европе. Например, в Швейцарии. И их французский становится уже на хорошем уровне, чтобы иметь эту возможность. Также многие студенты возвращаются в родные страны. У нас есть всевозможные национальности. 60, конечно. Попросите меня назвать быстро 20, и я не смогу. Конечно, это сложно. У вас примерно 400 студентов. Да, совершенно верно. А сколько студентов на пансионе? Примерно 30%. У нас на кампусе живет около 100 студентов на пансионе. И примерно 50 на 50 – мальчики и девочки. Бордеры Сент-Джердс Интернешнл живут в очень хороших условиях. Я сам видел. Том, сотрудник школы, показал комнаты ребят, а я все снял на свою камеру 360 градусов. Ролик уже есть на нашем канале. А чтобы вам долго не искать, ссылку на него оставим в описании. Кстати, Рут тоже живет в школьном общежитии вместе со своей семьей. Так что можете не сомневаться, условия там точно хорошие. Швейцария сама по себе, и Монтрё в частности, тоже очень многонациональны. Также и местные студенты, которые к вам приходят в дневную школу, они тоже из разных стран. Да, очень многонациональны. В нашем кантоне примерно половина населения – это не швейцарцы. Это очень разнообразная территория с точки зрения национальностей. Очень многие дневные студенты, также из местных семей, но они могут быть родом из разных стран мира. Но преподавание в основном на английском. Да, английский язык – это язык преподавания. Мы также предлагаем двуязычную программу на французском. Ну и, конечно, можно полностью учиться на английском. Какие другие иностранные языки можно выбрать? Немецкий, испанский. И также мы даем возможность студентам выбрать любой язык мне программы. У нас есть частные преподаватели. Многие студенты хотят продолжать изучать родной язык. Например, у нас есть преподаватель китайского, японского, мандарина. Русский. Да, тоже есть, конечно. Это очень популярный язык. А что делает Сент-Джордж с особенной школой? Очень много всего. Думаю, что наше местоположение делает нас особенными. Этот опыт просто замечательный для детей. Горный и озерный опыт. Интересно. Это замечательное место. А у вас есть какие-нибудь внеклассные занятия? Конечно же. Есть наша учебная жизнь на очень высоком уровне. Средние баллы очень высокие. Мы всегда в топ-5 по Швейцарии по учебным результатам. Этим летом средний балл был 37. Это очень хороший результат. Мы этим гордимся. Но кроме этого, мы должны давать студентам передохнуть. У нас замечательная спортивная программа и исполнительские искусства. Конечно же, опять же, благодаря нашей локации. У нас есть много водных видов спорта на озере. Конечно же, наш лыжный сезон в Вербье. Это не очень далеко отсюда. Это одно из топовых направлений в мире для катания на лыжах. И это часть школьной программы. Здесь очень много возможностей. Учеба, местоположение и множество других вещей, которыми студенты могут наслаждаться вне школы. Знали ли вы, что в Швейцарии нет единой национальной системы образования? Страна состоит из 26 кантонов, и каждый из них устанавливает свои стандарты обучения. И таким образом в стране можно обучаться на четырех языках. На французском, немецком, итальянском и ретарманском. Об этом нужно знать заранее. Каждый кантон устанавливает свои стандарты обучения. А вот школьный год у всех одинаковый. Длится он с сентября по июнь и делится на три триместра. Отдыхают ученики с середины декабря до середины января. Затем две недели в апрель. А отдыхать есть от чего? Учеба в средней школе в Швейцарии очень насыщенная. К ней добавляется еще и множество внеклассных занятий. Есть, но очень интересные и даже экстремальные среди них. Например? Например, парапланиризм. Прямо за нами, в горах, наши студенты по выходным занимаются парапланиризмом. Парапланы? Да, и видно, как очень много парапланов спускается с горы, когда становится теплее. А это безопасно? Конечно, безопасно. Ну, не знаю, попробовал бы я полетать с парапланом. Ну, однажды все стоит попробовать. Но у детей должно быть согласие от родителей. Конечно. Все активности подкрепляются разрешением родителей. И, конечно же, вы знаете, что у нас в Швейцарии очень хорошая страховка и здравоохранение. Страховка, страхование жизни. Очень важно, когда вы занимаетесь лыжами, убедиться в том, что у вас есть необходимые меры защиты. Конечно же, очень редко случается что-то такое, в особенности с лыжами. У нас очень уважаемая лыжная школа, которая следит за безопасностью. Дорогие зрители, может быть, полечу на параплане, поэтому продолжайте смотреть наши видео. Хорошо. Спасибо. Знаете ли вы другие школы, в которых дети могут заниматься парапланиризмом? Нет. Что еще вас может удивить, так это то, что швейцарские ученики не списывают друг у друга. Звучит как что-то утопическое, но это правда. Все потому, что ребята всегда могут обратиться к педагогу, который, в свою очередь, постарается восполнить пробелы в знаниях. Да и сами школьники понимают, что учеба нужна в первую очередь им, а не родителям или учителям. У вас невероятный преподавательский состав, в том числе, по отзывам, которые мы получаем от наших студентов. Они говорят, что отношения между студентами и преподавателями просто великолепны. И это очень важно. Да, это важно. И им нравится быть в Швейцарии, поэтому наши преподаватели очень хорошо устроены. У нас не бывает частых изменений учителей, поэтому учителя могут преподавать студентам с самого начала их поступления в школу и до самого конца. У нас есть стабильность, доверие, уважение и также очень маленькие размеры классов и хорошие отношения с учителями. Знаете, и местоположение очень важно, потому что я путешествую в различные страны. Я не буду называть все, но это моя 12-я страна только в этом году. Надо же! И вам очень повезло со своим местоположением. Поэтому вы привлекаете не только студентов, но и также хороших учителей. Это то, о чем вы упомянули. Потому что сейчас очень модно открывать международные школы. Они повсюду. Верно. Но вопрос, откуда школы берут своих учителей? За лучших учителей всегда огромная конкуренция. Но в Швейцарии мы всегда выигрываем это соревнование. Нам повезло. Ваш преподавательский состав тоже многонационален? Да, достаточно разнообразен. Конечно же, все они преподают на английском. Но это не всегда их первый язык. Но у нас есть преподаватели со всего мира. Но в основном британцы. Много британцев. Также много тех, которые родом из Великобритании или учились в Великобритании долгое время перед тем, как приехать сюда. Мы знаем, что у нас очень хороший стандарт квалификации и преподавательского опыта. Было бы здорово, если бы ваши девочки согласились с нами поговорить. Мы можем это устроить? Да, конечно. Я могу попросить мою старшую дочь. Она сейчас на репетиции пьесы. То есть она занимается исполнительским искусством? Да. Мои дети тоже ходят на театральные уроки с самого раннего возраста, потому что это очень хорошо для университета в том числе. Это замечательно для уверенности в себе, навыков презентации, работы в команде, не бояться сцены и больших аудиторий. Конечно. Вы знаете, друзья, у меня не только очень большой опыт как специалиста в сфере зарубежного образования, но и большой опыт, сравнительно большой, родителя. Дети, которые с первого класса учатся в британских школах. Есть что вам рассказать уже во время вашей бесплатной консультации. Все ссылки найдете в описании под этим видео. Очень рада встрече с вами. Я знаю, что сегодня день открытых дверей. Да, да. Вам придут потенциальные семьи. Да, очень много семей сегодня придут, чтобы все посмотреть. Вы ожидаете кого-то из других стран или только местные семьи? Все люди, которые сегодня к нам придут, все разных национальностей. Замечательная смесь. Хорошо, мы посмотрим, как они здесь ходят. Хорошо. Рад встрече с вами. И я. Спасибо за подарок. Виндзорский мишка. Хорошо. Спасибо, Адиль. Спасибо. Друзья, если вы хотите поддержать наш канал, то ставьте лайк этому видео и нажмите на подписаться. Совсем скоро с вами встретимся вновь. Ждем в следующих роликах. Пока. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok